аборт серьезная проблема во всем мире кто-то считает что женщина сама распоряжается своей судьбой своим ребенком а кто-то что это преступление и девушка должна отвечать по всей строгости закона с одной стороны аборты которые разрешены в ряде стран являются своего рода сдерживающим фактором рождаемости с другой стороны там где они запрещены остро стоит проблема криминальных абортов как нам нужно понять все таки имеет ли женщина свой выбор разберемся с нашими экспертами эта программа я не жалею и мы начинаем женщины имеют право на аборт патриарх кирилл сравнил аборта с языческими жертвоприношениями вообще нормальные женщины все мы все против аборта я за аборт сколько еще это будет продолжаться я за право на то чтобы женщина сама выбирала сделать ей этот аборт или не сделать по данным всемирной организации здравоохранения каждый пятый аборт совершается девушкой в возрасте от 11 до 19 лет при этом каждая вторая такая девушка делает этот шаг добровольно что или кто становится решающим фактором в принятии прерывания беременности и как же избежать этого страшного выбора сегодня мы об этом поговорим может быть даже поспорим и эта программа я не жалею аборт или по-другому прерывание беременности разрешенная в россии процедура она входит в систему обязательного медицинского страхования прерывание беременности может совершаться по желанию женщины на сроках до 12 недель по социальным показаниям на сроках до 22 недель а также по медицинским показателям на любом сроке существует ряд предписаний для проведения абортов и впоследствии они имеют разное влияние на женский организм если это ранние сроки там буквально до 6 7 недели особо никаких последствий может не быть но вероятность всегда есть то есть медикаментозный аборт когда две таблетки ты свободна вот да могут вызвать очень сильный гормональный дисбаланс и женщина дальнейшим может вообще не иметь детей если это уже поздние сроки да когда уже при хирургическом когда уже там нарушается вся целостность скажем так интимного женского мира да и там уже ничем хорошим не заканчивается никогда ежегодно в россии совершается более полумиллиона процедур их количество снижается но россия все еще остается одним из мировых лидеров это связано с низким развитием культуры семьи меня изнасиловали это было три года назад только потом я уже знала о том что я забеременела вообще ничего не могла делать но я понимала то что это единственное решение которое нужно принять и как бы это ни звучало я не хотела этого ребенка они мне говорили объясняли о том то что нельзя принимать такие решения в одиночку то что нужно было посоветоваться но я считаю то что это решение должна была принять именно я потому что я считаю то что женщина должна защищать себя и свой выбор раньше аборт приравнивался где-то убийству и наказанием за него являлась смертная казнь россия стала первой в мировой истории страной легализовавшие аборты при этом этические вопросы допустимости абортов остается дискуссионным сегодня у нас студии эксперты сергей чесноков координатор общероссийского движения за жизнь и член комиссии по делам молодежи при епархиональном совете москвы и рей дмитрий крутов а также ирина рогова представительница поддержки абортов и защиты прав женщин и анна васильева блогер пишущая о проблемах женщин лично сталкиваешь сталкивавшаяся с абортом и нелюбовью со стороны молодого человека ну давайте для начала обратимся к истории все-таки как мы понимаем аборт существует уже очень давно даже с самого зарождения человечества и техника аборта описано еще и в древнеегипетских трактатах запрет на аборт закреплен в клятве гиппократа средние века аборт считался детоубийством и следовательно тот кто его совершал убийцами во многих странах еще сто лет назад уличенные в абортах отправлялись на эшафот как сегодня общество относится к прерыванию беременности анна расскажите мне вот первый вопрос давайте к вам тогда как вы думаете почему в 21 веке все еще такая полемика вокруг абортов и всей этой темы я думаю что это связано с сохранившимся все-таки до сих пор неравенством наших полов ну двоих полов получается я думаю что полемика сохраняется из-за того что сильно влияние религий сильное влияние социальных активистов которые считают что аборт это убийство и все-таки позиция женщины с точки зрения общества до сих пор не закрепилась окончательно то есть я не могу сказать что каждый человек на улице расценивает меня как-то однозначно просто как человека для некоторых я сначала женщина потом человек для некоторых наоборот и так как мой жизненный опыт предполагал столкновение с подобной проблемой я сталкивалась с тем что разные люди совершенно по-разному относились к моему решению и поэтому мне было долгое время очень тяжело сказать о том что я сделала в 17 лет то есть несколько лет я молчала об этом то есть вы рассматриваете вопрос об аборте с точки зрения женщина вы или человек я думаю что это касается права это большей частью касается только права и репродуктивного насилия скорее дмитрий как какое ваше мнение здесь звучал вопрос относительно того что почему эта дискуссия вообще поднимается да 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 скорее тут даже знаете со стороны религиозной можете ответить почему до сих пор ну почему я не думаю что здесь религиозная какая-то тематика я думаю что здесь если говорить про общество в целом да то есть наверное чисто какие-то практические такие вещи которые беспокоят разных людей но в том числе что мы вымираем посмотрите пожалуйста что вот мы много лет ездим в глубинку каждый год и встречаемся там с тем что каждый год ты приезжаешь и это не только отток населения для учебы но это еще конечно и просто то что люди умирают стареют молодых нету каждый год мы приезжаем то в школе беседуем которая 11 классная потом она становится девятилеткой потом только лишь началкой а потом детский садик закрывается последнее что закрывается это как правило магазин вот библиотеки все вот это закрывается поэтому я думаю что этот вопрос действительно достаточно острый сам по себе вот хотя есть и другие наверное здесь мотивы какие-то но лично ваше отношение к аборту ну смотрите вот то что ситуация острая это вопрос прагматический да это я говорю как внешний человек то что касается меня лично да то немножко для меня эти немножко в другой плоскости звучат потому что я отец в многодетной семье да у меня семь малышей пять из них школьников я я конечно понимаю что такое выносить родить и воспитать ребенка и если когда мы были там когда нам было 20 лет мы по одному относились то имея такой опыт уже мы понимаем насколько это трудно и насколько правы иногда наши дедушки и бабушки которые говорят что это непросто есть на весах и в моем жизненном опыте в жизни моих друзей допустим пару фактов которые сейчас вам приведу вот вы представляете что такое двести пятьдесят граммов это пачка хорошего масла и вот наша близкая родственница она работает в очень хорошей реанимации московской в которой вот ребеночка который желанный да из такого размера он потом вырастает и они приходят уже к этим врачам говорят им спасибо то есть вот это вот первое и второе хорошо тогда даже знаете извините я вас перебью просто тогда вот вы сейчас сказали что они приходят к врачам говорят спасибо да что вы нам помогли но тогда мне интересно узнать вопрос от нашей героини тача ответ от нашей героини на вопрос вот вы бы пришли на самом деле за помощью к врачам вы бы пришли и сказали бы им спасибо потом что они избавили вас да если угрожает какая-то опасность допустим моему или просто женскому телу после допустим беременности бывают разные ситуации когда женщина может быть здоровой а потом во время беременности открываются какие-то разные болезни и в конце концов ты можешь просто остаться инвалидом зачем ребенку мать инвалид муж не сможет потянуть это все хоть вы будете крепкой семьей не факт что быть крепкой семьей вот именно кстати интересный вопрос допустим если по настоянию врачей женщине нужно сделать аборт считается ли это грехом ну то есть для здоровья матери это же понятное дело это лучше здесь я предлагаю все таки в нашей дискуссии очень четко это разделить что мы можем запутаться иначе я бы предлагал говорить сегодня об абортах которые не по медицинским показаниям а именно о нежеланных детях чтобы не смешивать в кучу поэтому наверное бывают медицинские показания и вы знаете это трагедия для семьи вот это второе о чем я хотел сказать да когда родители очень ждут малыша и вдруг им приходится обращаться к гинекологу с просьбой о помощи чтобы сохранить здоровье и жизнь матери да особенно ранних сроках и у моих друзей такое было я видел слезы и просто трагедии целые семейные когда люди очень переживали это я считаю что совершенно два разных вопроса один вопрос это тогда когда просто не хочу другой вопрос это когда есть какие-то объективные такие проблемы сергей тогда вас тоже подключим к разговору а то вы сидите скучаете дополните может быть вам есть что сказать по поводу расскажите лучше про вашу организацию с какими просьбами к вам обращаются девушки к тому обращаются не только девушки к тому образ обращаются и зрелые женщины у нас организация которая оказывает помощь беременным женщинам и семьям с детьми которые оказались в сложной жизненной ситуации но кроме этого наша организация занимается и просветительской работой научной деятельностью и правозащитной деятельностью то есть самые разные направления в ней есть вот и в нашей организации большинство участников у нас движение большинство участников женщины то есть мы собираемся ежегодно собираемся на форум и ну виден зал и видно видно пропорции видно соотношение то есть то что я здесь являюсь мужчиной да это это не решающий фактор но тем не менее для для зрителя это определенного рода картинка и вот я хотел эту картинку немножечко отзеркалить прежде чем о чем-то другом говорить потому что я тоже согласен вот с коллегой что аргументы они не имеют пола и и если что-то называется там белым что-то называется черным то это никак не зависит от того кто это назвал мужчина это назвал или женщина это назвала то есть есть общечеловеческие категории и религии здесь тоже я соглашусь вот с батюшкой что она здесь ну на самом деле не не является главным в этом вопросе потому что вопрос общечеловеческий и разные религии это этот вопрос могут поддерживать каких-то религиях есть разные точки зрения то есть здесь все очень как сказать вопрос то что это вопрос нравственный вот это действительно так и есть и это действительно вопрос для для всего общества считать ребенка человеком или не считать вот опять таки разговор о медицине да он кто является пациентом женщина является пациентом адн her А ребенок, который у нее находится под сердцем, он является пациентом или нет? Мы считаем, что он является точно таким же пациентом, как женщина. И он из точки зрения медицины, из точки зрения призвания врача, вы сказали о клятве Гиппократа. Сейчас из клятвы вычеркнут этот пункт. Мы та организация, которым считаем, что в клятву российского врача нужно вернуть этот пункт, потому что ребенок – это второй пациент. И здесь, для меня лично заканчивая, для меня ситуация выглядит так. Есть такая загадка или куан. Вот если вы в лодке находитесь, и у вас в лодке мама и супруга, и лодка начала тонуть, кого вы первым будете спасать? Маму или супругу? Вот для меня эта задачка, она не имеет разрешения, потому что здесь нельзя допускать ситуации, когда в опасности и мама, и супруга. И точно так же и женщины, и ребенок. Нужно спасать и женщину, и ребенка. Давайте вернемся к медицине. С научной точки зрения, человеком считается эмбрион, можно так сказать, только с 24 недели. Потому что до 24 недель – это именно тот порог, когда эмбрион ничего не чувствует. А где это написано? В интернете. Так уверяют нас ученые в этом. И то есть получается так, что нервная система, она не сразу возникает. И то есть, следовательно, сознания у эмбриона тоже нет. Есть хороший еврейский анекдот. Еврейский анекдот. Еврейская мама спрашивает, а с какого момента эмбрион может считаться человеком? Ну, когда получит диплом о высшем образовании? Больше в медицину углубимся. Существует такая вещь, как медикаментозный аборт. Все это знают, да, что это такое? Все ли здесь медики? Могу сказать, что это принятие таблетки. То есть это аборт, который выполняется не в государственных клиниках, а только в частных. Стоит это все. Большую сумму денег. И просто интересно хотелось бы узнать. Смотрите, почему государство никак не влияет на это? Как я и сказал, это проводится только в частных клиниках, не в государственных. И там, и там проводится. Но на самом деле, многие врачи говорят, что они не будут делать это в государственной клинике. Лучше идите в частную. Почему? Я первый раз такое слышу. И там, и там делается. Просто в государственной клинике это можно проследить. И если что-то с женщиной случится не так, то ее можно доставить в реанимацию. А вот в частной клинике не всякое может предоставить возможность спасти женщину. Ее придется везти в государственную клинику. Тут разница только в этом. Тогда интересно еще услышать ваше мнение. Когда это все случилось, когда я делала медикаментозный аборт. И дело в том, что в государственной клинике дама-доктор сказала, что девочка, тебе же еще рожать. Ну, рожай. В общем, мне кажется, что в государственных клиниках больше дам, которые давят на девушек и говорят, ну, рожайте, пожалуйста, больше. И сейчас, в 17 лет самое время, когда поступаешь в университет и бросают молодой человек, и тебе говорят, рожай. Я думаю, что это не лучший исход. В частной клинике это проходит с меньшими психологическими какими-то травмами, потому что я столкнулась с очень хорошим отношением врачей. То есть, может быть, это мой частный случай. Я не знаю, как происходит у других девушек. Но со мной было так. Многие государственные клиники отказываются делать аборты, мне кажется, по той причине, что очень много пролайферов работает в сфере. Объясните, что такое пролайферы для... Люди, которые защищают право эмбриона на жизнь. Ну, без учета мнения матери потенциально. Я ни в коем случае не хочу отзываться плохо. Это такая же точка зрения. Ну, просто я считаю, что в государственных клиниках чаще работают люди старшего поколения. А старшее поколение более склонно, как я заметила, к более консервативным точкам зрения. И консерваторы чаще отговаривают девочек от того, чтобы они делали аборт. И девушек, и женщин. А теперь давайте посмотрим на экран. На экране сейчас перед вами предстает картина, скажем так, инструментов, которыми раньше делали аборт. То есть все эти крючья, что-то наподобие стамесок, каких-то непонятных ножниц, которые даже... Ну, вполне возможно, такие же примерно ножницы можно увидеть в медицинских учреждениях. Да, но это все не выглядит вообще этично и не подходит как бы... Вы знаете, я вот сам историк по образованию. И мне кажется, не очень корректно показывать средневековые инструменты, тем более ископаемые, которые уже покрылись там плесенью, плесенью, еще чем-то, и сравнивать их с современным. Тем более, что вы их не сравнили. А если бы вы их сравнили, то, в принципе, разницы большой нет. То есть это тоже крючья, это тоже там какие-то... Ну, в Средневековье были, кстати, и огромные культуры ядов. И, собственно говоря, медикаментозный аборт, он ничем не отличается от той же самой культуры ядов. То есть просто разная дозировка, но цель это прервать жизнь того или иного человека. Поэтому каким способом прерывается, есть гуманные способы умышления, есть менее гуманные. Но между ними можно градацию делать только... Главное, что их объединяет, это общая цель, прерывание жизни. Как вы считаете, нормально такими инструментами, да и, в принципе, и сейчас, хирургическим путем, грубо говоря, выскабливать из тела женщины ребенка? Возможно, даже, извиняя, перебью, у вас, наверное, есть какой-нибудь материал. Возможно, вы делали материал по таким инструментам или там какую-нибудь статью писали. Ваше мнение по поводу этого? Ну, я считаю, что... А что делать? Хороший вопрос, да? Вопрос к тому, что если, допустим, мне 18 лет, допустим, я не про себя говорю, и моя жизнь только начинается, я не могу еще ничего дать ребенку. Ну, объективно, ничего. Либо же, ну, допустим, 18 лет, там, допустим, как моя бабушка вышла замуж и дала кому-то жизнь. Извини, перебью, но вот, допустим, есть такие организации, как у Сергея, которые помогают девушкам, оказавшимся в трудных ситуациях. Есть даже другие организации, которые говорят, что вы родите, принесите нам, мы... Они воспитают ребенка. Ну, это классно, да, это детдом. А не грех ли 9 месяцев вынашивать ребенка, а потом отдавать его в детдом? Это не стресс для женщины, для женского организма. Ну, смотрите, раньше в разные трудные времена и годы женщина вынашивала ребенка, несмотря на какие-либо обстоятельства. То есть, несмотря на то, как было тяжело, она все равно помогала и как-то пыталась вырастить достойного человека. У нас сейчас 21 век. Как сложилось в моей семье? Мои родители недостаточно были богатыми, чтобы, допустим, мне дать хорошее будущее. И я всегда была с бабушкой и дедушкой. Вы думаете, у нас хорошие отношения? Какие у вас отношения? Мои родители постоянно работали. Я их не видела. Мой папа появлялся только ночью, как и моя мама, потому что они постоянно работали, чтобы обеспечить мне будущее. Я находилась с бабушкой и дедушкой. Обеспечить будущее и дать любовь ребенку — это разные вещи. Но это обязанности родителей. Ну да. Ну, это обязанность родителей. Они вам помогают, и, следовательно, они дали вам право на жизнь. Сергей, поддерживаете или отрицаете? Вот как быть в таких случаях? Например, человек несет, допустим, я так сейчас прикидываю, что если близкий мне человек попал в такую ситуацию, да, ну, это очень рискованно делать аборт. Это рискованно, конечно, большими проблемами и психологическими в дальнейшем, да. То есть это даже социализация и создание семьи и огромными проблемами дальнейших какой-то, да. То есть, ну, что сможет ли человек стать матерью? Это очень большой вопрос. Поэтому, если есть такие вот люди, которые трезво это оценивают, пожалуйста, действительно, в церкви сейчас, по-моему, в каждой епархии есть. В каждой епархии — это значит, каждый областной город обладает такой возможностью принять любого ребенка и воспитать его дальше как бы. У нас общество, оно, в принципе, общество недолюбленных. Конечно, когда человек сам недолюбленный, когда ему не хватает этой любви, конечно, поделиться с другим нечем. То есть это действительно есть такой момент, но это, конечно, у нас общество сейчас жесткое, жестокое подчас. И здесь очень важно действительно найти какую-то, ну, семью и какую-то атмосферу там, где человека действительно принимают, там, где его любят и там, где он может себя реализовать. То есть эта проблема, она действительно существует, но это проблема действительно для всего общества. Наше общество глубоко нездорово. То есть в нем какие-то очень важные струны, они порвались, да, и действительно, и замалчивать эту проблему. Чем дольше мы ее будем замалчивать, тем будет хуже. Наоборот, мы считаем, что об этой проблеме нужно говорить. И только начав разматывать этот клубок, только тогда мы сможем как-то выйти из этой ситуации. Ученые из Калифорнийского университета провели такое исследование. Они опросили около тысячи женщин, которые оказались в такой ситуации, делать им аборт или нет. И когда они, допустим, сделали аборт, то, как оказалось, девушки, которые сделали прерывание беременности, они, как сказать, у них был не намного выше уровень депрессивности тем у тех, кто его сделал. То есть некоторые говорят, что бывает после аборт, абортная, послеродовая депрессия. И то есть куда обращаться за поддержкой в таких случаях. Но перед этим мы давайте посмотрим сюжет. Так что внимание на экран. В психологии существует такое понятие, как ПАС, постабортный синдром. Это психопатологическое состояние, которое возникает у девушки после аборта. Симптоматика проявляется не сразу, не ранее, чем через полгода. У кого-то через полгода, у кого-то через 3-5 лет, а у кого-то и гораздо позже. Все очень индивидуально. И симптомы сохраняются на протяжении всей жизни, вплоть до глубокой старости. И, к сожалению, большинство женщин не связывают эти симптомы с абортом. Если девушка все-таки решила делать аборт, то как можно избежать ПАС? Избежать ПАС можно совсем не делая аборт, но мы понимаем, что иногда существуют медицинские показания для проведения этой операции. И тогда, чтобы как-то минимизировать состояние после аборта, девушка обязательно должна перед этой процедурой пойти на консультацию к психологу, чтобы без стеснения, без смущения рассказать о всех своих страхах, тревогах. Также ей могут помочь и друзья, поддержка друзей и близких родственников. Конечно, чтобы справиться с этим синдромом, с последствием этого синдрома, лучше, конечно же, обратиться за консультацией к профессионалу, обратиться к психологу, не подавляя, не скрывая свои эти депрессивные настроения. Потому что, само собой, пройти это состояние не пройдет. Не нужно ждать, что как-то все это рассосется и пройдет. В интернете также существует ряд вопросов в прямом доступе, где девушка может, ответив на эти вопросы, понять, есть ли у нее ПАС. Вот, например, девушка посмотрела в интернете, ответила на вопросы и поняла, что ее это беспокоит. Где она может найти нужную ей поддержку? Поддержку она и консультацию может найти в районной поликлинике. Сейчас во всех поликлиниках существуют психологи, работают психологи. Пойти в районную поликлинику психологу, либо обратиться в кризисный психологический центр города. И только девушка несет ответственность за то, сделает она аборт, не сделает, родит она здорового, счастливого ребенка. Или не родит она здорового, счастливого ребенка. Конечно, я не беру медицинские показания. В этом случае это не ее решение, не ее выбор. Но в некоторых случаях еще и выбор женщины, потому что я знаю случаи, когда мать узнает о том, что ее ребенок будет с отклонениями и оставляет его, потому что не хочет убивать плод. Я не беру за себя ответственность, и я никогда не уговариваю девушек делать аборт или не делать его. Я только помогаю им справиться с психологическим насилием, с которым они сталкиваются в связи с этой операцией. Потому что в нашем обществе, к сожалению, бывают люди, которые осуждают и выбор рожать, и выбор не рожать. Я понимаю, что бывают ситуации, когда молодой человек плохо обращается с девушкой, или когда ее семья вынуждает ее не делать аборта. Она хочет его сделать, потому что у нее другие планы на жизнь, она хочет детей позже. Или вообще их не хочет. И я помогаю девушке полюбить себя и понять, что она должна быть хорошей сама для себя. Она должна любить себя и ценить. Не за то, что она кому-то угождает своим телом, а тому, что она угождает хотя бы себе. Пока женщина не полюбит себя, она не может полюбить своего будущего ребенка, если он у нее будет. Я считаю, что говорить девушкам, которые решаются делать или не делать аборт, о том, что да, ты права, это твой выбор, это твое решение, ты точно все взвесила, ты точно сдала все анализы, тогда иди или не иди. Я считаю, что нужно поддерживать любое решение человека, если оно взвешенное, если оно грамотное. И если это не аборт в подворотне вешалкой, как, к сожалению, делают многие, а если это медицинский взвешенный нормальный аборт. То есть ответственность на мужчине в создании плода, ребенка, все равно какая-то, хоть не часть даже, присутствует. И как быть в таких случаях? Ну, мы считаем, что ответственность в большей степени на мужчине, потому что, как говорится, институт брака, он ведь для того, чтобы мужчина нес эту ответственность, именно для этого собираются во время брака всех родственников, всех знакомых, всех друзей, чтобы он при всех пообещал, что он будет, как бы, заботиться об этой конкретно женщине, ее ребенке. То есть, поскольку сейчас институт брака разрушен во многом, то никто ответственность не несет. Поэтому тот институт, который призван мужчину приводить к ответственности, он сейчас не очень действует. Соответственно, мы имеем то, что имеем, и мужчины, собственно говоря, сейчас очень многие себя ведут не как мужчины, и в этом, как бы, и есть главная причина. Здесь есть в том числе и причина женское воспитания в школах, то есть мальчиков уже воспитывают изначально не как мальчиков, поэтому они потом не всегда мальчиками становятся. Поэтому вот причина, она действительно глубже, и мир от этого становится значительно беднее, потому что сейчас современная культура унисекса, она, сглаживая вот эти вот противоречия между различиями между полами, между ролями мужчин и женщин в обществе, это делает мир беднее, потому что культура, в которой различия существенные, она значительно богаче, и попадая в пространство другого пола, противоположного, для человека это культурный шок был всегда, то есть вступление в брак, это было для обоих полов, то есть это было огромное событие. Сейчас это не является каким-то событием, поскольку все эти границы, они культурные, нивелированы, и, собственно говоря, не всегда понятно, где мужчина, где женщина, то есть я думаю, что это делает наш мир значительно беднее. Как раз-таки ваша мысль по поводу того, что брак между мужчиной и женщиной, отношения в семье, и как вообще жить, например, с тем же самым, вот та же самая ситуация, что, да, брак между мужчиной и женщиной, и в их семье появилось слово аборт. То есть они дошли до такой ситуации и решились на это. Об этом как раз-таки, продолжая вашу мысль, нам расскажет сексолог-энергопрактик Екатерина Корейчук. Внимая на экран. Как энергетически влияет аборт на девушку-женщину? Это убивает в ней вообще женскую энергию. Не то чтобы напрочь, но действительно подкашивает. Моя знакомая медиум, я как раз с ней специально, да, связалась и задала ей вопрос по этому поводу. Она говорит о том, что она даже в поле видит постоянные бедиты. То есть если ребенок должен был быть рожден, он всегда все равно остается в поле этой женщины. И, конечно же, ничего хорошего не происходит. А отношения между мужчиной и женщиной меняются как-то после аборта? В Польше было проведено исследование. И заключение было такое, что те женщины, сделавшие аборт в паре, но еще не в браке, но еще в паре, не дошли до замужества с этим человеком. И я считаю, что однозначно это разрушает отношения. Если женщина даже неосознанно, подсознательно, она понимает, что на этого мужчину уже нельзя опереться. Если женщина принимает это решение не сама, а ее как-то косвенно или прямую толкает на это решение ее партнер, женщина как или иначе понимает, что на этого партнера она рассчитывать не может. И, следовательно, уже подсознательно женщина понимает, что с этим партнером как она может расслабиться в жизни. В паре мне хочется сказать о том, что не только женщины могут страдать. Может страдать и мужчина от этого, когда мужчина зрелый, когда он понимает свою мужскую обязанность, свою мужскую суть, когда он готов нести ответственность за женщину, а по какой-то причине он не смог сохранить это, он не смог внести эту ответственность в их отношения, мужчина тоже может страдать. Некоторые женщины вообще не предупреждают о том, что они собираются делать аборт. И как быть в таких ситуациях? Это типичная ситуация, потому что даже если женщина считает, что это ее решение, то внутренне, как говорят психологи, она считает виновным в этом своего партнера, потому что он не защитил их ребенка. То есть это очень тонкий момент, но все равно женщина винит в этом партнера именно мужчина. И поэтому не случайно, что очень часто брак после этого распадается, отношения распадаются, потому что что-то в очень важном месте исчезло доверие. То есть исчезло доверие, соответственно, если в самом главном не доверяешь, то как можно доверять уже в каких-то второстепенных вещах? Поэтому количество разводов, оно идет вслед за легализацией абортов. Понятна ваша мысль. Смотрите, к вам теперь вопрос. Понятно, что у вас с молодым человеком был не брак. Вы просто встречались. Аня, расскажи мне тогда такое. Смотри, вот ты сделала аборт, да, ты уверена в своем решении, но ты бы просила этого человека, то есть ты бы захотела с ним, например, восстановить отношения, если бы он к тебе приполз на коленях и сказал, я все обдумал, я хотел бы вернуться. Я не думаю, что в принципе стоило встречаться с молодым человеком, который не предохранялся. Я думаю, что я бы не простила человека за те гадости, которые он мне наговорил. Но аборт я считаю нормальной практикой, если вы оба понимаете, что вы сейчас не в состоянии создать здоровую, красивую семью, у которой будет условия для воспитания детей, у которых будут силы, возможности, деньги. Я думаю, что сейчас, если с молодым человеком такое случится, я, конечно, не хочу, чтобы это случилось в ближайшие пять лет. Но я думаю, что мы просто сделаем аборт и будем дальше вместе с ним прекрасно существовать. То есть получается, как прописано в федеральном законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, каждая женщина сама решает, быть матерью или нет. Также закон дает право на прерывание беременности при сроке до 12 недель. Аборт также разрешен по социальным показаниям при сроке беременности до 22 недель, конечно же. Но при наличии медицинских показаний с точки зрения врачей, что они скажут? И при наличии противопоказаний, точнее, наоборот, медицинских показаний у девушки. Но что же все-таки будет, если запретить аборт, либо наоборот разрешить? Что вообще будет происходить в этом мире? Ну, аборты никто делать не перестанет. Снизится женская смертность. И снизятся как раз... То есть те страны, в которых жизнь ребенка до рождения защищена законом, там ниже смертной женщины. То есть этот закон, он на самом деле защищает не только ребенка до рождения, но и защищает женщин, поскольку очень большое число женщин умирает от последствий сделанных абортов. Когда это число сокращается, соответственно, сокращается и число смертей женской смертности. То есть это и пример Ирландии здесь есть, и пример Польши, Чили, то есть разных совершенно стран. Очень хороший есть показатель американский. Там есть график такой, как снижалась женская смертность на протяжении 20 века. То есть шло неуклонное снижение женской смертности по причинам, как раз связанным с репродуктивными функциями. И, казалось бы, в 70-м году аборты в Америке были разрешены. То есть, казалось бы, должно было число женской смертности резко упасть вниз. Ну, потому что аборты разрешили, все, теперь криминальных абортов не будет. Но на самом деле это никак не повлияло на эту кривую. Она продолжала снижаться просто в связи с общим уровнем развития медицины. К сожалению, все мы понимаем, что тема абортов никуда от нас не денется, потому что каждая женщина, и причем каждый день по всему миру, встает перед этим самым сложным выбором. Но мы надеемся, что сегодня каждый из нас получил хоть даже не ответ, но пищу для размышления. Ну, как мы понимаем, аборт — это вопрос не только о репродуктивном выборе, но и о моральном, этическом и религиозном. Важно понимать, что девушка должна иметь поддержку от семьи и от общества в частности. И неважно, какое решение она примет. С вами были Александр Серенков и Кристина Зинина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok